Музыкальный ринг НТВ Кимур Михайлович, дело не в клипах У них продюсер, министр обороны Мы начинаем групповой раунд На сцене группа «Премьер-министр» с песней «Погода нелётная» Ну-ка, ребята Пристегните ремни, друзья Премьер-министр на сцене Добрый день, друзья От винта Снова не сбиться раненой птицей Время без тебя Надо не злиться, остановиться На исходе дня Кто-то запутал все маршруты Словно провода И между нами тают минуты Как кусочки льда Погода нелётная, я знаю И где-то тебя не отпускают Ты там далеко, моя родная В чужом краю Погода нелётная Я назло нам подарю капли с небосвода Но сильнее этой нет погоды То, что я тебя люблю Мы так похожи Чувствую кожи Между нами нить Видимо, всё же Небо не может Нас соединить Хочется просто Крылями воздух И лететь на свет Прямо по звёздам И не замёрзнуть В холоде планет Погода нелётная, я знаю И где-то тебя не отпускают Ты там далеко, моя родная В чужом краю Погода нелётная Я назло нам Падают капли с небосвода Но сильнее этой нет погоды То, что я тебя люблю Погода нелётная Я знаю И где-то тебя не отпускают И там далеко, моя родная И там далеко, моя родная В чужом краю Погода нелётная Я назло нам Падают капли с небосвода Но сильнее этой нет погоды То, что я тебя люблю Погода нелётная Я знаю Я знаю Ты там далеко, моя родная И там далеко, моя родная Ты так далеко Погода нелётная Я назло нам Падают капли с небосвода Но сильнее этой нет погоды То, что я Я знаю Я знаю Я знаю Группа премьер-министр Друзья Мы напоминаем вам Что вы можете проголосовать За своего любимого исполнителя Отправив смс на номер 3370 Для тех, кто не запомнил 3370 Для тех, кто только что включил телевизор И ничего не видел 3370 Всё, что вам нужно знать С ответным ударом Рвётся на сцену Группировка «Фабрики звёзд» Группа «Челси» Со своей песней «Самая любимая» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эй-эй! АПЛОДИСМЕНТЫ Что будем петься вместе? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ РУКИ ВЫШЕ! РУКИ ВЫШЕ! Разрываются снаряды У меня в голове Примеряешь ты наряды Демонстрируешь мне Зажигаю сигареты Ухожу в никуда Ускользает это лето Как всё спать и вода Ухожу и возвращаюсь Возвратясь, ухожу Ты бежишь за мной с чаем И кричишь «Провожу!» Провожаю и ты целуешь Я перестаю Дорогая Ты рискуешь Я почти уже злюсь Самая, моя, моя Самая любимая Попадут Попадут Открывающих разведок Завербуют меня Тигр выпустит из клеток Среди белого дня Мы с тобой пойдём Кормить А они съедят нас И сурово укротить Или хмелиться Юзда Там, конечно Там, конечно, разберутся Заведут протокол Ты сумела Улыбнуться Но целую Пошёл Самая, моя, моя Самая любимая Открывает окна Открывает окна Но прохожу я мимо Сталь зовёт меня судьба Ветром взлым гони Самая, моя, моя Самая, моя, моя Самая любимая Готовьемся вместе Эй Только громко Ты самая любимая, ты самая любимая. Молодцы! Прохожу я мимо, и я завёл меня судьба, ветром слым гонимая. Любимая! Самая, моя, моя, самая любимая. Самая, моя, моя, самая любимая. Открывай тёмную ногу, прохожу я мимо, и я завёл меня судьба, ветром слым гонимая. Самая, моя, моя, самая любимая. Я, моя, 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 моя. Спасибо! Трупа Чаржи! Браво! А какая фраза из сказанных «Акул и импера» окажется самой любимой для тех, кто сейчас выступил, мы узнаем совсем скоро. Пожалуйста. С нами нет Соседова, и, судя по всему, продюсер с вами тоже не говорит об этом, поэтому я возьму на себя эту нелегкую функцию. Будете говорить голосом Соседова? Нет. Безобразие! Простит никакой режиссуры! Нет, если честно, слушайте, ребят, ну нельзя так в таком виде выходить на сцену, ну серьезно. А мы же на программе, а не в Кремле, как вы сами сказали. Вы знаете, на Дубцову, какая она красивая. Ну девушки, это все же девушки. А вы знаете, есть такое выражение, что одежда на звук не влияет, поэтому... Знаете, одежда, знаете, есть такое выражение, что в артисте все должно быть прекрасно, да? Не, ну есть Филипп Киркоров, он уже прекрасен, а мы немножко из другой все-таки истории. Слушайте, есть в конце концов... Леша, это же и хорошо, у тебя есть костюмная группа, у тебя есть такая, это прекрасно. Да-да-да. Посмотрите, сколько внимания мы этого и добивались, в общем-то. Чтобы все-таки нас четверо, чтобы вы смотрели всем нам в лицо, когда говорите что-то. Понимаете, мы тут говорили про радио, говорили про неформаты, и на самом деле большинство из наших коллег-артистов, мною очень уважаемых, кривят душой. Нас еще из «Фабрики звезд» на проекте «Народный артист» тоже учили говорить заготовленные фразы. Вы прекрасно это знаете. Ой, интересно, какие же? Ну, потому что на все эти вопросы, которые вы задаете, в общем-то, правильно, которые вы имеете право задавать, и вы их задаете, и будете задавать, мы отвечаем заготовками, потому что говорить вслух правду никто из нас не будет. А еще мы в Америке записали две песни на студии, где пишется White Stripes, Brian Adams. А почему же нельзя что конкретно? И эти две песни, которые на самом деле очень крутые, немножко неинформативно будет мое сообщение, прекрасный материал, который бы мы очень хотели делать в этой стране, но не дают же. Ребята, а вы не боитесь, что вот таким подходом вы как бы приближаете свою деградацию? То есть, условно говоря, вам близка другая музыка, да? Вы хотите петь другие песни, но вынуждены петь вот эту песню, да? А чем плохая эта песня, вот расскажите нам? Подход неправильный, мне кажется. По крайней мере, мы об этом говорим. Сначала артист состоялся, да? Он поет хорошие песни, которые нравятся ему самому, это ему близко. Так мы же коммерческий проект изначально. Нас как бы, мы не на улице в гараже собрались, да? Вы еще такие молодые, а вас уже испортили деньги. Причем деньги небольшие, я смотрю. Что сделали? Испортили деньги. Слушайте, вот это вот к нам вообще не относится. Нас испортили деньги. Денег вообще нет. Ребята, а может поэтому и нет денег, что как бы поете музыку неблизкую вам? Кто сказал, что мы не любим ту музыку, которую мы поем? Ладно, давайте тогда... Подождите, а как же премьер-министр, вы с ним не общались еще? Хорошо, давай, я готов. Вы понимаете, что вас будут всегда сравнивать с первым составом коллектива премьер-министр? Свежий вопрос. А? Свежий вопрос. Ну, дело в том, что, на мой взгляд, это сравнение не в вашу пользу. Кто тебе сказал это, что никто на вашу пользу? Потому что это не хор и мини-пятник. Потому что, Жень, ну просто... Ребята, секунду, я вам рассказываю свою точку зрения, да? Точка зрения человека, который 17 лет в шубинстве. А я вам рассказываю, прости, пожалуйста, секунду. До точки зрения зрителя. Зритель смотрит на них и говорит, это кто? Реально, правда. Вот, знаете, я смотрю передачу «Музыкальный ринг» на НТВ и смотрю. Кто это вообще? Вот кто это в бабочке? Ну, круто, но это то же самое. Но я не выхожу на сцену и не пою чужие песни. Есть что-то в природе, что может вам понравиться. Такое ощущение, что у вас сценарий с прописанными фразами. Вот вы их говорите и говорите. Нет, это у вас сценарий с прописанными ответами. Да, понимаете? Как сказали ваши коллеги. И это вот точно так. Ладно, окей, все. Вопрос в группе премьер-министров. Какой из премьер-министров вам нравится больше? Владимир Владимирович Путин, я думаю. Очень глупый вопрос, я считаю. Какой из премьер-министров больше нравится? Ну, во-первых, начнем с того, что на эстраде один премьер-министр и группа ПМ. Это для вас, если вы не знаете на самом деле. Вы, видимо, не уловили иронии, ну ладно. Вы сами задаете тон, очень неприличный. Все время перебиваете друг друга, хамите. На самом деле не хочется отвечать тем же. Я в костюме и в галстуке. И буду отличаться от вас. У вас, кстати, бабочка. Вы знаете, вот я слушаю, слушаю, вот слушаю, сижу сзади здесь. И молчу только потому, что я, в принципе, не имею отношения к двум проектам. Ни «Фабрика звезд», ни «Народный артист». Но, вы знаете, передачу будет смотреть просто неинтересно. Потому что... Очень сильно ошибаетесь. Да нет, послушайте, я смотрел передачу, когда Лолита послала в одно место замечательного психовного человека. Это было очень интересно. И это было очень оправданно. И я понимаю, что у вас, ребят, у вас такая же задача, как и у нас здесь. Показать себя. И вот Евгений Фрильм правильно сказал, кто этот человек, я тоже не знаю. Ребят, на самом деле, мы пошли действительно не по тому пути. Условно говоря, можно взять группу «Виагра». Там из первоначального состава вообще никого нет. Сегодня никто не поет. Куча солистов. И все. И нет больше группы «Виагра». Это продюсерский проект. И нет больше группы «Виагра». Все. Она умерла. Никто ее не слушает, не покупает ее диски. А группа «Блестящая» вспомните. И группа «Блестящая» умерла, я тебя поздравляю. Вы ее знаете. А люди не покупают диски и не слушают эти песни. А вот, например, певицу Земфира. Это к вопросу о радио, о продюсерах, о каналах. Она же не группа. Слушают все последние 11 лет. И будут слушать еще 11 лет. Потому что она талантливая, фантастический артист. А не продюсерский проект второго канала. Но тем не менее… Я договорю. Большой вопрос к вам, дорогие наши журналисты. Вы же такие же трусы на самом деле. Вы же не пишете о нас, понимаете? Вы же боитесь писать. Вы такие же форматчики. Вы говорите заготовленные фразы. Вы, понимаете, вы трусы. А Саше Панаютове, напишите репортаж. Джордж Майкл. Наша группа существует 5 лет, премьер-министр. И не один журналист. Мало журналистов, которые говорят. Ребят, давайте проедем эту тему. ПМ и премьер-министр. Какие планы? Что вы споете? А вы? Вы понимаете, что вопрос будет… Потому что, понимаете, вы поете то, что неинтересно обсуждать. Вы считаете, что песня, которую мы спели, неинтересна? Нет. Вы правда? Вы лукавите. Да, действительно. Вы лукавите. Вы лукавите. Во-первых… Рассчитанная вот на эту самую прекрасную фридлендовско-брейтбургскую аудиторию. А кто написал… Ребята, вы лукавите. Ребята, вы лукавите. Вы лукавите. Не 65, не 67. Вы даже не говорите о том, что пять парней в нашей стране вышли и спели вживую. Герои России вышли и спели вживую. Да, герой России. А кто сейчас поет вживую? Все поют вживую сейчас. Вот об этом и речь. Давайте все пойдем и вскроем вены себе. Пусть… Ой, Наташа, нет, не надо. Ты что? Не в своем случае. Можно последнюю фразу скажу только? За то, что говорит господин Красовский и рядом с ним сидящие люди на 98 процентов правда. А мне кажется, что эта передача должна быть еще жестче. И на всю страну можно даже в таких передачах делать, например, «Пошел вон из шоу-бизнеса». Прям взяли в передачу, закрыли человек официально. Ну, НТВ рулит, да. Есть смысл, чтобы после сегодняшней передачи люди на самом деле задумались о том, что пора начинать делать живые концерты, живые съемки и слушать хорошую музыку.